МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Простое правило для съемки от первого лица. Чем шире угол обзора камеры и лучше видно тело, тем больше у зрителей создается ощущение погружения в происходящее на экране. Гоупро — это настоящая экшн-камера. Она создана для людей, которые прыгают, бегают, падают, ломаются. Когда ты держишь ее в руках и понимаешь, что с ее помощью будут снимать кино, ощущение, в общем, это вполне такое несерьезное. Очень напоминает аферу. Мы пробовали разные другие фотоаппараты. Мы хотели заказать Blackmagic, Серега хотел Sony. Мы их даже поехали в магазин, потестили. Мы носились так вот через магазин, чтобы понять, насколько там происходит роллинг-шаттер. Роллинг-шаттер — это дефект изображения, который проявляется при резкой динамичной съемке и, как правило, встречается в непрофессиональных камерах. К сожалению, все эти фотоаппараты и все камеры, которые мы попробовали, у них был огромный роллинг-шаттер, с которым было невозможно ничего сделать. И это была проблема для графики. Очень специфическая работа. Причем могу сказать, что, наверное, по сложности компьютерной графики и по количеству задач нестандартных, которые приходится решать на проекте, за мою жизнь такого не было ни одного проекта. Хотя там за плечами, наверное, уже больше 200 проектов. GoPro показала себя, наверное, лучше всех, на мой взгляд. Потому что маленькая компактная камера, которая создана для таких съемок. Мы снимаем на камеру, которую создавали для того, чтобы люди снимали вот то, что мы снимаем. При вопросе «Вы что, снимали кино на GoPro?» имели в виду, что невозможно показать кино, снятое на GoPro, на широком экране. Перед съемкой мы занимались месяц тестами этих камер. Мы перепробовали все режимы. Мы смотрели, как она работает с хромакеем. Мы смотрели, как она работает с Team 7. Только в середине съемочного процесса уже поняли примерно, как с ней действительно ее специфику. Люди не верят, что мы снимаем в таком разрешении и с такими возможностями. Потому что аналогов нет. Опыта ни у кого нет. Приходилось все заново придумывать именно под эту картину. Сам по себе фильм тоже ведь аналогов не имеет. Единственный аналог — это, собственно говоря, сам клип, который Илья снимал. Проект «Бэт Мазефака» и проект «Инсейновский» первая часть снимается на человека. То есть человек является камерой. И практически это бегающий штатив. Нужно каким-то образом соединить камеру с человеком. Мы продолжали работать над сценарием. Параллельно продумывали о том, как мы будем все это снимать. Стандартная повязка для GoPro сразу же отвалилась. Она не годилась для съемки. На повязке камера находится слишком высоко. При таком положении она попросту не может захватить все тело. Поэтому единственный возможный правильный способ снимать от первого лица — это закрепить камеру в районе рта. При таком положении мы видим герой от плеч. Это и создает то самое погружение. Через машину, за машиной, пистолет. Пошли, 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 пошли. Машина задом. Погружим в машине. Открываем. Сели. Поехали. Ближе к концу съемок клипа я серьезно задумался о том, чтобы создать специализированный риг для съемки от первого лица. Чтобы можно было снимать экшен с максимальным комфортом. Мы решили сделать что-то свое новое, регулируемое, со стабилизациями, с системами разгрузки, со всякими штуками. Как оказалось, все началось вот с этой маски. Один парень написал мне, что «Олег, я хочу такую же маску, как и Сереги Валяева для паркура». Ну, если честно, я не знал ни кто такой Серега Валяев, ни что такое паркур. Позвонил ему и говорит «Привет, Сергей, это я Олег. Мы сделали твою маску, которую ты переделал и используешь для съемок». И оказалось, что Олег занимается стройбольным снаряжением и другой военной экипировкой. Мы сейчас находимся в моей мастерской, где мы делаем всякие прикольные штуки для фильмов, в том числе для военных. Делаем всякие автоматы, пулеметы, оружие и прочее, ништяки. Так как эта маска, при всей ее крутости для паркура, не подходила для съемок фильма. У нее маленький обзор, она тяжелая, на нее нельзя крепить дополнительное оборудование, и у нее не было регулировок. Вот, поэтому началась работа над маской, которая подходила бы для съемок фильма. Мы работали день за днем, создавали все новые и новые прототипы. И, к сожалению, на момент старта съемок мы еще были очень далеки от идеала. Было очень много предварительных образцов, которые не подошли, потому что они не сидели, не держались. Чем дальше мы продвигались в съемочном процессе, тем больше мы создавали новых прототипов. Иногда получалось так, что мы снимали полноценную смену в 12 часов. Приезжая домой вечером, я рисовал новые дизайны и отправлялся на производство «Коллегу» на всю ночь для того, чтобы конструировать новые маски. И до ночи, до пяти, до шести утра, тут вместе с лобзиком, отвертками и другими инструментами пытались сделать что-то, на что можно вовсе снимать. Я рад, что в итоге у нас получился действительно уникальный и работающий продукт. Была разработана клевая форма маски, которая была доработана в процессе фильма системами стабилизации. Мой друг Вова, он инженер. Первая стабилизация, которую я увидел, которую сделал Вова, она была на маленьких амортизаторах. И я посмотрел на нее и понял, что она была недоделанная. Я учитывал то, что ее можно доделать и все. Но все равно она какая-то была не очень. И мы с Вовой еще немного подумали, и он сказал, что у него есть еще один вариант. Через несколько дней он мне показал магнитную стабилизацию. И надо сказать, что у нас уже начались съемки. Мы решили, что первой сменой мы будем снимать без стабилизации. А пока мы снимаем, ребята доделывают. И они привезли нам на площадку прототип. Я с ним побегал и понял, что магнитная стабилизация это то, что нам нужно. Она была сделана из алюминиевого профиля. Она была сделана, конечно же, ну так, на пальцах. И они делали ее за одну ночь или там за один день. Мы стали снимать с этим прототипом. Это выглядело, конечно, очень смешно. В поле всадник, который скачется вот с такой огромной алюминиевой рамкой. И это, ну, выглядело действительно, как какое-то забрало у рыцарского шлема. Ребята тем временем чертили, придумывали, делали. Через несколько дней нам распечатали из материала, который оказался настолько долговечным, что даже когда Серега падал на машину, переворачивался, маска слетала и падала, все, что происходило с самой стабилизацией, она немножечко треснула. Она прошла все взрывы, она прошла все выстрелы, она прошла литры крови, и с ней ничего не происходило. И на самом деле на выходе мы получили клевый продукт, испытанный временем, испытанный ни одним съемочным часом, ни одной сменой. Сняв кинофильм «Хардкор», мы создали не только первый в мире экшн-фильм, целиком и полностью снятый от первого лица, но и разработали уникальный в своем роде Риг, предназначенный специально для ПОВ съемок. Мы назвали его «Адвенч Маск». Я знаю операторов, которые говорят, только не показывайте меня с маленькой камерой, меня засмеют. Камера должна быть большая, много света, рельсы и всякие признаки того, что снимается большое кино. Здесь картина вообще выглядит крайне неожиданно. Суетится огромная толпа народу. Ты видишь необходимые обычно в кино вещи, такие как кухня, где есть чай, кофе, люди бегают с монтажными листами, плейбэк, ты видишь хлопушку, ты видишь рулетки. То есть вроде как идет съемочный процесс. Приготовились! Стоп, стоп, стоп! Проходите, пожалуйста, быстрее. Спасибо. И при этом нет камеры. Ты можешь подойти и спросить, а где камера? Они говорят, ну сейчас они прибегут. То есть камера куда-то убежала. Потратить целое большое усилие в голове и в мыслях, чтобы понять, что эта камера маленькая, и что буду снимать не я, и что на других проектах у меня всегда была огромная, тяжеленная 17-килограммовая камера, а тут камера маленькая, 200 грамм, и я ее еще не ношу. Потому что с большой камерой понятно, можно подвигаться, она лежит на плече, ее можно поставить на доли. А здесь актер, он же доли, он же стадикам, он же все, и он же и оператор, и камермен. А мне нужно было только правильно направлять этого человека. Это такой живой штатив. Это забавно. Это хороший опыт.